чтобы овладеть аппаратом который сегодня будет у нас обзоре вам понадобится крепкий мускул вот смотрите на ту огромную страшную штуку которая находится рядом со мной этот огромный исполин это gotway он же бегут монстр про 24 дюймовая моноколесо самое большое моноколесо в мире на данный момент мне кажется готовы сделать ты больше но остановиться я сейчас хочу конкретно на том что само словосочетание монстр про бумаг знающих людей вызывает некий отзвук вызывает некий всплеск это как 1300 зизер это как хаябуса для знающих людей когда человек слышит эти слова ему кажется что у них есть какая-то магия хорошо это или плохо это магия исчезает как только вы начинаете ехать на этом колесе и она становится не то чтобы совершенно обычным моноколесом но она уже не выглядит тем невероятным самым большим моноколесом каким предстает перед вами в первый раз при твоем контакте я признаюсь честно когда это колесо первый раз увидел стал на нем немножко прокатился снова не выезжая на улицу было зима было холодно мне казалось что это просто большой кривой уволень который не едет не управляется который невероятно много весит и в принципе зачем он вообще существует спросил я как же хорошо что я ошибался обо всем этом я скажу чуть позже и для начала я хочу начать с того что мы видим перед собой а именно внешний вид этого моноколеса и так как вы видите у нас тут типичная форма мсп такого огромного стероидного мсп квадратное колесо как любят шутить готоводы да так и есть у нас абсолютно такой квадратный угольчатый корпус здесь он немножечко закруглен спереди и сзади снизу тоже вот такие щеки но это абсолютно стандартная для готовая форма просто в разы увеличены спереди у нас находится двуглазая фара вот таком вот специальном вырезе скажем так фара довольно неплохая если исключить то что ее два диода направлены вниз то есть они светят под ноги как по мне не самое лучшее решение потому что светит они слишком сильно под ноги то есть ну вот на пару градусов вверх и было бы совсем замечательно это мой субъективный взгляд еще как по мне не хватает здесь какой-то пластиковой крышки которая бы их прикрывала от летящей грязи или чего-то еще неприятного то есть в таком дорогом и скажем так даже премиальном колесе на мой взгляд должны быть такие фишки вот здесь спереди у нас находятся две светодиодные полоски на манер рс они яркие они красивые они очень хорошо вписаны в общую фактуру в общую облик колеса они не выделяются но при этом выделяют вас то есть они настолько яркие что заметно даже в солнечный день днем и это логично не звучало это замечательно потому что на мой взгляд это влияет на пассивную безопасность вас видно но еще вы можете как бы ее настраивать тут огромное количество режимов работы и это позволяет вам подобрать себе какой-то индивидуальный который вам больше нравится здесь у нас расположены специальные упоры эти упоры в стоке не идут их надо устанавливать на мой взгляд они недостаточно хороши на монстра нужны большие упоры прям громадные потому что колесо весит около 42 килограмм об этом еще расскажу когда буду подробнее рассматривать его технические характеристики эти упоры нужны для осуществления контроля как разгона так и торможения без них мне кажется этим колесом ну банально нереально управлять хотя возможно у меня слишком маленький вес педали типичные абсолютно то есть все той же слегка скошенной формы с резиновыми проставками и наждаком они в принципе неплохие но для такого гиганта мне кажется нужны более большие педали тем более если вы большой рослый дядя с каким-нибудь там сорок восьмым размером ноги то вам их нужно как по мне менять на более массивные прочные пельменницы в целом корпус колеса сделан из того же пластика уже привычного многим готоводам вообще тем кто часто пользуются продукциями компании готовы он далеко не самый прочный и при падении я уверен будет крошится поэтому мне кажется год комьюнити в ближайшее время разработать на монстр какие-то бы бронированные защитные чехлы вот здесь у нас находятся динамики динамики у нас спрятаны там они опять не самые лучшие не ждите здесь качество колонок джи бель но свою функцию распугивания пешеходов в принципе оповещение людей о том что я существую они выполняют на ура к слову монстр несмотря на свой габарит и размер колесо довольно тихая вот это вот характерного готвейского визга здесь почему-то нет колесо конечно будет как паровоз когда не выключается система принудительного охлаждения контроллера но вместе с тем она довольно тихая позади у нас расположен стоп-сигнал вот он и те же огромные светодиодные полосы они тоже яркие они тоже довольно красивы как по месту сигнал могут быть и побольше потому что для такого массивного колеса пересажены с мсп стоп-сигнал выглядит ну как по мне не совсем филигранно и красиво думаю можно было бы сделать и побольше также во внешний вид в принципе эргономику я хочу вписать его ручку она есть и больше они говорить нечего да ты решил не мелочиться и просто воткнул в корпус ручку от какого-то туристического чемодана в принципе за счет того что здесь огромная толстая направляющая она довольно прочная но посмотрите вот на это как вы думаете удобно за нее вести колесо весом 42 килограмма или нет как мне кажется ответ напрашивается сам она жутко неудобно и банально не ложится в руку главный и плюс наверно в том что ее можно использовать как вешалку повесить на нее шлем или куртку на этом как бы плюс этой ручки заканчиваться на жутко неудобно и но возможно готовые ее переделает это будет классно но пока она действительно неудобная спереди у нас находятся две кнопочки угадайте какая из них кнопка блокировки мотора правильно вот это да готовы решил ее спихнуть куда-то туда или кнопка сама пытается убежать с колеса я не знаю но факт остается фактом она расположена жутко неудобно она не эргономичная вам и так будет тяжело перехватывать колесо с чем того что она весит 42 килограмма так она еще и далеко находится вот эта кнопка включения выключения поэтому как по мне проще всего просто отключить колесо и поднять его да к слову прорези если у вас довольно большая рука не будет хватать для того чтобы вцепиться в колесо обеими руками а таскать каждый раз 40 килограммовую тушу одной рукой удовольствие так себе здесь у нас резиновая крышечка довольно неплохая но как по мне на недостаточно плотно закрывает порт и порта у нас два это восхитительно потому что одной зарядкой на 3 ампера вот это вот большой николовской так называемый будет заряжать это колесо около 11 часов если от 0 до 100 двумя зарядками заряжаться но естественно будет около пяти с половиной часов также тут у нас расположен порт для зарядки usb устройств пройдемся по техническим характеристикам этой адской бестии мотор 4000 ватт номинал и 8 пик огромные показатели как по мне еще немного и колеса наконец-то сравняются по мощности с мало кубатурными мотоциклами далее батарея 100 и 8 вольт и 3500 ватт-часов какое-то исполинский показатель с учетом того что раньше у нас были колеса по 1000 или 1800 грубо говоря она вмещает почти что две батареи старого мсп или той же николы к слову о батарее забыл сказать вот здесь у нас под крышечкой расположен вольтметр он довольно информативный как по мне это правильное положение до вольтметра вы не слазе с колеса не ползая вокруг него можете очень легко и просто опустить вниз глаза и увидеть остаток разряда вашего колеса вы поймете сколько вам осталось ехать и просчитать свой маршрут восхитительное положение вольтметра надеюсь готовить все вольтметры перенесет вот сюда на переднюю панель что касается дюймовки здесь у нас восхитительнейшая покрышка 24 на 2 и 75 огромнейшая покрышка к слову от с одной стороны обманчивая потому что многим людям кажется что эта покрышка будет съедать все и амортизировать ну нет она довольно жесткой и кочки ямки и прочее чувствуется достаточно явно и достаточно заметно то есть вы не будете парить над землей как на те же колеса с подвеской вам не будет казаться что вот вы едете где угодно и вам все равно нет это покрышка вас очень хорошо оповещает о состоянии находящихся под колесом рельефа это мой взгляд не минус и и ходовые характеристики восхитительны на очень классно вцепляется в асфальт и диаметр дает вам удивительный стабилизирующий момент и позволяет набирать и разгоняться и также уверенно тормозить но об этом тоже немножко позже вес колеса около 42 килограмм это самое тяжелое на данный момент серийно производящийся моно колесо но я опять уверен что готовы и выкатить что-то еще более интересное действенное что еще скажу что холостая раскрутка этого колеса доходит до 100 километров час и даже его превосходят 106 километров в час способных в холостую раскрутиться это колесо это тоже какой-то новый по мне рекордный показатель также из особенности конструкции хочу отметить этот самый проклятый дырявый бубликообразный подшипник который все ненавидят как по мне это единственный вариант исполнить такое колесо вот именно в таком виде каком она есть одна центральная ось банально не выдержит всего веса огромная неподрессоренная масса огромное воздействие на одну бедную ось ее просто поломает а здесь нагрузка распределена между рубля несколькими небольшими осями позволяет ему колесу банально существовать теперь перейдем к тому за что я собственно наверное полюбил это колесо это его ходовые характеристики в принципе поведение на дороге монстр удивителен вначале когда вы на него становитесь и стартуете вам кажется что это неподъемный уволень он стремится куда-то завалиться он стремится не ехать он пытается что-то как-то вам сопротивляться то есть вот вы оттолкнулись если вы не поедете если вы не дадите на него какое-то усилие он просто вас свалит он заставит вас поставить ногу на землю повторить это еще раз еще раз еще раз пока вы наконец-то не поймете что это колесо надо разгонять и вот когда до вас дойдет что это колесо надо разгонять что это колесо которое не едет если не ехать тогда у вас начнется осмысление самого поведения этого колеса на дороге как по мне в этом плане она уникальна ни одно колесо мне такого экспириенса не давала обо всем подробнее итак когда вы стартанули до 15-20 километров у вас так называемая некомфортная скорость вам будет неприятно потому что он будет заваливаться им будет неудобно рулить это не то колесо которое можно просто взять и аккуратненько подвернуть коленочкой из-за высоты и массы она просто вас не послушает она не будет говорить с вами на вашем языке она будет диктовать свои правила она будет пытаться ехать туда куда ему забуду рассудиться но когда вы перейдете скоростную планку в 25 километров в час монстр резко изменится он станет не то чтобы послушным он станет предсказуемым и управляемым а круглый профиль покрышки плюс большой стабилизирующий момент за счет ее диаметра а также приличная масса мой доскал огромная масса позволяет вам сохранять стабильность на высоких скоростях и более того заваливать его в такие повороты которые другие колеса банально не пройдут масса и сила гравитации которые у него здесь буквально вжимает вас в асфальт на поворотах не позволяет соскользнуть и соскочить она не пробуксовывает покрышка удивительно хорошо цепляется за асфальт она вас держит это позволяет вам вводить это колесо в какие-то невероятные повороты вы просто можете ехать буквально как по гоночному треку и выполнять на скорости какие-то удивительно красивые и удивительно эпичные повороты при этом не теряя контроля не на секунду опять-таки для того чтобы исполнить такие вещи вам необходимо умение просто стать поехать на монстре нереально это не новичка вы это абсолютно человеку который месяц-два катаются на колесах его давать просто противопоказано монстр колесо опасное оно будет наказывать своего райдера за не умение работать с ним за неумение его пилотир и почему наказывать жестоко огромная масса не позволяет вам использовать резкость ему на колесо вы не можете резко ускориться вы не можете резко тормознуть вам необходимо прогнозировать свои действия наперёд вам необходимо понимать куда вы едете как вы видите что будет через секунду 2 10 проезжая между людей проезжая перекресток проезжая какие-то ситуации с не очень ровным грунтом вы должны понимать что вас ждет впереди потому что иначе вы рискуете вляпаться в очень неприятную ситуацию до того что это колесо нельзя просто взять и тормозить вам необходимо время у него огромный инерционный потенциал и резко затормозить на нем нереально так и резко разогнаться но это не такой и тормозной уволень и не зря сравнивал его с мотоциклами из так называемая класса спорт турист она позволяет вам комфортно передвигаться на большие расстояния за счет того что она позволяет отдыхать когда вы набрали определенную скорость ну допустим 40 километров в час гироскопический момент делает все за вас можете расслабиться по лесу едет по прямой если вы будете поддерживать эту скорость она и продолжит ехать по прямой но если вам необходимо довольно быстро ускориться можете нажать на этот аппарат и он удивительно быстро и легко наберет скорость около 70 80 километров высокое расположение стоек на которых зафиксированы педали позволяет вам буквально пролетать над препятствиями удивительное чувство полета наполненная драйвом и эйфорией это колесо для любителей скорости и экстремалов она как по мне довольно нишевая но своего потребителя своего пользователя райдера который в это колесо влюбится по уши она обязательно найдет собственно когда вы едете на этом моноколесе когда вы разгоняетесь и тормозите вы ощущаете всю ту мощь заложенную в нем вы ощущаете действительно грандиозный и по-своему опасный агрегат вы как будто едете на какой-то бомби на ядерном реакторе который в какую-то секунду может стать вашим врагом если вы упустите из контроля ту самую термоядерную реакцию в нем протекающий но если вы подходите к этому колесу соответственностью с наличием у вас мозга и с пониманием дорожной ситуации того как надо на нем ездить она подарит вам удивительные эмоции которые ни одно другое колесо и вообще ни одно другое транспортное электросредство вам не подарит в этом как мне кажется уникальность прошлого монстра заключается он он не схож с ничем именно поэтому он и уникален у него имеется куча конструктивных недостатков пока еще не доработанный подшипник очень кривая эргономика которая как по мне стала визитной карточкой готовы помните тот же мсп у него не самый лучший дизайн не самый прочный корпус какие-то конструктивные косяки видит дырок зазоров и прочее но мне кажется готовый это доработает и тогда это будет одно из самых лучших колес и одно из самых уникальных колес но даже в таком состоянии она удивительно в плане того драйва который она доставляет собственно завершая этот выпуск завершая этот обзор я хочу сказать что монстр это колесо для очень узкого круга людей далеко не каждому райдеру это будет нужно далеко не каждый райдер будет мириться с весом этой коровы с тем что она не разгоняется с тем что она не тормозит с тем что это огромная просто исполинская махина которую допустим придется куда-то тащить вы не можете просто поднять его рукой перетащить по лестницам он конечно по закатывается но где-нибудь в метро или в каком-нибудь магазине или даже дома вам придется изрядно напрячься чтобы его просто перетащить катить его за эту ручку неудобно если вы райдер весом около 70 килограмм то мне кажется это колесо ну банально не для вас от колесо либо для больших людей либо для тех кто готов мириться с недостатками его веса ради тех ощущений которые он ударит но повторюсь даже в таком состоянии это все равно удивительное уникальное колесо которому просто пока что нет равных колесо которое дает вам то что другое колесо дать просто состоянии поэтому если вы большой и сильный дядя с опытом езды которому хочется мощный драйвовый агрегат берите если вы маленький щуплый дядя у которого за спиной уже десятки тысяч километров наезженных на других колесах и вам действительно хочется чего-то уникального берите если вы человек с мозгом и правильным пониманием того как нужно работать с такими весами и мощностями берите а если вы просто хотите моно колесо для езды дом работа дом иногда выкатываясь на покатушку то на мой взгляд это колесо вам не подходит возьмите лучше мсп или николы или вообще что-то другое это колесо уникальное и особенно и и райдер который будет его выбирать такой же уникум какие-то колесо а этом все уже мои подписчики и зрители канала с вами был павел магазин электротранспортов emac.by заходите на канал ставьте лайки подписывайтесь взаимодействуйте нам приятно знать что из сезона в сезон вы с нами остаетесь и ваше число растет спасибо вам и до новых встреч